Привет, ребята! Хочу начать этот влог, стараюсь удержаться без негатива, но всякое в этой жизни бывает. Сейчас я еду, точнее, еще пока стою, но поеду на съемку. Фотосет у нас будет, там Карина, Маша, в общем, рассказываю мое негодование. Если в нашей жизни что-то не так, то, скорее всего, мы сами в этом виноваты, да, пускай, но... Карина точно уже у себя в влоге это рассказала, в общем, сегодня, понедельник, во-первых, посмотрите, какая погода сейчас, абсолютно не ночи, не вечер, а просто вот такая вот говнопогода у нас в Москве. Ура, без негатива не получается. Ну, я человек открытый, я не хочу держать себя. Но нет, этот влог все равно будет позитивный. Мы забронировали залы с Кариной с 3 часов до вообще 9, что ли, типа очень много часов. У нас очень много разных залов классных, они все там по 2 часа, и вот первый зал, который на 2 часа, на него я не приеду. Пишет мне Карина, типа, Юль, я вообще что-то тупанула, и, короче говоря, забыла, что у нас сегодня фотосессия, и записалась на этот... На визу документы подавать, туды-сюды, я, типа, скорее всего, к 4 только смогу приехать. Ну, ты, типа, поезжай в зал к 3 часам, как мы бронировали, просто потусуешься там одна. Вот. Я такая думаю, ну, а что, зачем мне туда ехать в 3 часа, тусоваться одной целый час? Я приеду уже, тем более у меня куча пакетов тяжелых, ну, типа, что туда-сюда ходить? Я просто попозже приеду к 4 тогда, в принципе, как и Карина планировала. В итоге, сегодня мне звонит такая Карина. Юль, все круто! Я еду туда к 3! Я думаю, м-м-м-м, то есть, типа, получается так, что из-за моего вот этого, из-за моей вот этой мысли, типа, ладно, пофиг, я не поеду туда к 3, че, там, одна буду тусить, поеду к 4, встану попозже, заодно высплюсь, туды-сюды. Я вообще не попадаю в этот самый. И первоначально я считаю, что виновата моя подружка, которая меня взбаламутила и сказала, что она, возможно, типа, приедет к 4, типа, она там что-то ступила. Она меня взбаламутила, из-за чего я пропустила в голове свою мысль о том, что ладно, тогда пофиг, че я там одна буду тусить, приеду к 4, посплю заодно подольше. И получилось так, что сейчас девочки фоткаются на студии, а я просто как последний кусок гов... еду и не пофоткаюсь в этом зале. Обидно ли мне, спросите вы? О, да, мне обидно. Мне пи***ть, как обидно. Конечно, это не то, что там, все, весь смысл жизни, что дальше делать, жизнь закончена, нет, ну просто сама вот эта ситуация тупая, она меня бесит. Хороших новостей нет, да и желания хорошими новостями никакими делиться тоже нет, потому что настроения у меня тоже нет, и мне то жарко, то холодно, погода выглядит холодной, а мне жарко, я ничего в этой жизни не понимаю. Казалось бы, куда хуже, что еще плохого должно? Ну, о, вы слышали? Вы это слышите? Вот так вот я еду с хорошим настроением на съемочку, еще и в такую погодку. Посмотрите, да, вы видите, сколько воды? Просто пипец. И это я еще не говорю про молнии. Мне страшно. Я просто в воде, я понимаю, что я клубу сейчас. Я развесила вещички. Очень радостно. Как радостно в душе. В душе. Карина погоду хвалила. Хвалит. Ох, посветлела, моя ж ты хорошая, солнце вышло, так радостно в душе. Ты видела мои сторис, как ехала я? У меня ноги все мокрые. Почему? Ну, потому что там просто бассейн. Я подумала, что я в машину залилась вода. Ты говоришь, типа, это видно, как я ехала? У меня все ноги мокрые. Такая, типа, что? Нет, я просто в дикой ярости на всех, на все. Я осталась. Усталась? У меня вот ноги все мокрые. Мне, чтобы достать все это из багажника, пришлось стоять в тазике с водой. Сука. Я просто в ярости. Я, девочки, просто в ярости. У меня нет слов. Сначала я была зла и расстроена, что я опаздываю, что сегодня все так пошло наперекосяк. Потом думаю, ну ладно, все, отпусти. У тебя еще будет 4 часа в обморке. Потом начинается дождь этот дикий. Я думаю, ах ты, сука. Надо было дома расставаться. Показывайте фотки, которые вы там сделали, чтобы я сидела и думала, ненавижу все. Смотри, какие классные у меня фотки. Во-первых, я сделала фотографию. Вот, да. Ой, ты вкусно пахнешь. Это рюмком? Да, спасибо. Тебе радостно? Я парфюмер. А на фотик? Мы ничего не фоткали на фотик. Мы полчаса где-то выстраивали фотик, но у нас были большие проблемы. Мы такие типа, а, помогите, помогите. И, короче, он нам все настроил, ушел. Я вот так пофоткалась примерно. А ты видосы только что ли снимала? Нет, так радостно в душе. Я тебя фоткала. Ну, короче, вы можете мне сказать, что вы плохо пофоткались? Да, мы отрочно пофоткались, потому что без тебя. А, без тебя, да. Пошла вон отсюда. Нет, то, что без тебя грустно. Ну, то, что ты мне показала, ни о чем сказать, честно говоря. Только с пудрой понравилась. Нет, там хорошая. Ладно, пофиг. Что еще? Маша, это я с лафачи поделала. Так, что еще? Симпл? Есть у кого-нибудь сухая обувь? У меня все ноги мокрые. Ты не видела мои сторицы? Ты с собой ничего из машины не взяла? Ждешь нас, чтобы я помыла? Что? Я уже все повесила. Ты что? Я притащила, радостно в душе. Чтобы достать эти пакеты тяжелые, мне пришлось в ведре стоять с водой, блин, из багажника. Там ужас. Посмотрите мои сторис. Ну, извини, я просто... Мы начали подпаться. Спустой час, как аренда началась, нормально начался производство контента. Все время была сконцентрирована на этом. Сейчас я Карине сообщу новость. Вам тоже. Вы ее еще не слышали. Поэтому... Да не, я беременна. Из-за ночи не выхожу. Вчера... Ты убила муху? Нет. Мы со Славой начали свалять бумажный дом. Ты реально так рада? Да. Внутри серии посмотрели. И как? Мне нравится. Муху. Так рада в душе. А ты смотришь бумажный дом? Я посмотрела. Уже посмотрела? Нравится? Кто тебя уговорил? Подписчики? Уговорила то, что все сериалы, которые мы нашли, закончились. Потому что вчера мы досмотрели «Защищая Джейкоба». Очень классно. Кстати, по твоему совету я же посмотрела 11, 22, 63, что-то такое, про убийство Кеннеди. Вчера я его закончила. Хочу сказать, что очень смелые сценаристы, они решили взять на себя такую, ну, как бы смелость, такую отвагу, чтобы в конце сделать так, что, типа, если бы Кеннеди в итоге бы не убили, то... Америка была бы... Ну, не мое. То есть, подборку видео я бы, наверное, такое не включила. Не, мне понравилось. Мне понравилось именно то, как они закрутились, что каждый раз, когда он возвращался в прошлое, он начинал с одного и того же дня. И у него был вариант либо прожить там какую-то жизнь, там встретить любовь какую-то, да, ну, постараемся без спойлеров. Я уже все сказала. Либо... А я уже как-то посмотрела. А, ты не смотрела? Нет. Блин. Не надо. Я не буду. Ты можешь перемотать донат, отключить уши? Ладно, ну не, на самом деле классный сериал. Нет, скоротать время можно, но у меня было такое, типа, блин, надо досмотреть, уже начала. То есть, у меня не было такого, аааа, сейчас скорее бы включить. Ходячий мистец Иван Лав. Короче, ладно, будем фоткаться и попозже к вам вернемся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Что, будем рассказывать? Решили? Ну да, Мара. Ну давай. Мы же все готовы, считай. Ну, почти. Их только ждем. Там еще пару моментов, типа, дофига всего. Не, ну, блин, шесть. Не, реально. Вы знаете, что мы больные на инстаграмы. И надеемся, что вы тоже. Поэтому, я уверена, вам понравится то, что мы решили сделать. Да. Мы решили ничего не делать. Да нет, шутка. На самом деле, мы не первые, кто это запускает, кто это начинает делать. Конечно же, мы это знаем. Но у нас своя собственная авторская наработка, которую мы нарабатывали годами. То, что приносило нам очень много классных эмоций, ваших прекрасных комментариев. Каких-то крутых проектов. Хочу подметить это 100%. Это пресет. Их-ху! Я думаю, что многие из вас догадались, что это обязательно будет связано с инстаграмом. Что еще мы можем делать? Также от нас ждали коллекцию совместной одежды. Там что-то такое. Мерч. Мерч, да. Но это чуть-чуть посложнее. Поэтому к этому мы чуть попозже подойдем. Но мы загорелись в бизнесе. Ну, вы поняли, да? Я уверена, что вам понравится. Запуск будет примерно в течение двух недель. Это я говорю так, но, возможно, даже раньше. И мы обязательно будем сообщать вам все подробности, когда все это выйдет. У нас готов сайт. Там остались некоторые нюансы. Будет так красиво! Вы увидите, вы плачете от радости за нас. Да? Да. Мы делали все сами. Ну, понятное дело, кроме сайта. Поэтому нам очень будет приятно. Если вы как минимум, да, посмотрите на пресеты. Посмотрите на сайт. И если вам понравится, если вам нравились инстаграмы наши на протяжении, там, пяти лет, ладно, трех, двух, мы начали пользоваться Lightroom, наверное, года два или три, как, и с тех пор каждая из нас наработала свои пресеты. То есть я обрабатывала в разные времена года, в разных странах, просто в разное настроение свое. Свои фотографии одним пресетом, потом там мне перестало нравиться я другим, потом опять вернулась к тому. Ну, и таким образом у меня и Юли, так скажем, было по пресетов пять, которые мы часто использовали для своего инстаграма, и мы решили объединиться и сделать один пакет, чтобы десять пресетов, пять от меня и пять от Юли, вы смогли приобрести при желании, кто хочет свой инстаграм сделать красивым, в едином стиле. И самое интересное, то, что вы, наверное, обалдеть, как ждете, это то, как мы сейчас обрабатываем свои фотографии, нечего вопросов, минимализм, как же все-таки там все с фильтрами на фотографиях обстоят, как дела. И вот, наконец-то, вы сможете скачать, то есть вам не нужно будет ничего изучать, то есть это не просто влог о том, как мы обрабатываем фотографии, это просто вот реально наша обработка. Вы скачиваете себе в Lightroom, копируете настройки и вставляете на свои фотографии. Там будет подробная инструкция, то есть за это вообще можете не переживать, типа я не разберусь, Lightroom бесплатное приложение, да, насколько я знаю. Да, есть и на Android, и на iOS. Да, то есть вам ничего платить не надо, кроме наш пакета пресетов. Также мы очень долго думали по поводу цены, и ее мы сообщим вам чуть позже, да, я думаю? Да, все вообще, все, что мы не сказали сейчас, мы это делаем нарочно, потому что когда будет день запуска, нам же нужно что-то будет вам сказать. Да, но хочется сказать, что вы не переживайте, то, что мы сделали, мы не завышали какие-то там сумасшедшие цены, просто хочу готовить вас к тому, что это может позволить себе каждый, это 100%, и не так, что потом нечего будет кушать, поэтому не переживайте, у вас хватит на это денег. Если будет желание купить, я уверена, что будет, потому что мне блогеры, на кого вы даже подписаны, я уверена, в Инстаграме пишут, также в Директе спрашивают, Юль, как обрабатываешь? Я говорю, вот скоро расскажу. Никому не рассказываем, не делимся, чтобы у всех были одинаковые возможности в один день получить наш такой офигенный пакет пресетов, и мы очень много всего классного сделали, там будет и то, и после, и вау, и вот все, все будет, вообще красота. Там еще будут подарочки от нас, такие маленькие, миленькие, заполнишечки, вот, но об этом тоже узнаете позже. Я уверена, что вы рады, реально, ну, блин, я уверена, потому что, ай, такая красота там, девочки, там для всех есть пресеты, для всех, и для мамочек, которые любят в холодном оттенке как-то вести, и натуральные, минималистичные, которые сейчас мы ведем, и классные для поездок где-то мы в Испании, и вот это вот, и более спокойные, но тоже такие вот сочные, короче, блин, вот такой офигенный пакет мы собрали, что вот нафиг вообще другие не нужны реально, потому что в нашем пакете будет все. И такое, и для такого, и сякого, и природа, и ты минимализм, и вот собачку сфоткать, все будет красиво. Собачку. Все красиво будет. И, в общем-то, мы просто будем надеяться, что это как минимум заинтересовало вас, и как максимум вы перейдете на сайт через несколько дней, недель. Оцените наш труд. И задумаетесь, да, о покупке, при этом следите за днем запуска, потому что в первые сутки будет скидка. Вау, ну так все про... Мы не думали, ребята, что... Да, там праздник будет для вас. Короче, не переживайте, не волнуйтесь, мы все заранее скажем, главное, подпишитесь на наши инстаграмы, канала, чтобы не пропустить эту важную информацию, потому что у нас будут дни скидок таких, что вот... Короче, ладно, я просто к тому, что обязательно следите, потому что то, что мы сделали, я реально... Ну, я бы купила, ну, просто я это сделала, уже мне покупать не надо, но я бы реально купила, потому что, ну, это просто, в принципе, красивый ваш профиль для друзей, даже если вы не блогер, просто для себя, для красивой ленты. Потом очень многие обращают внимание на ленту, даже при знакомстве, мы это очень долго с Кариной обсуждали, очень долго вынашивали эту идею, болтали, всякие темы поднимали, поэтому, ну, реально это нужно всем, это будет полезно для каждого, и даже для тех, кто просто ведет обычный, типа, такой простой профиль, типа, там, раз в неделю фотку выставляет, все равно будет красиво, раз в неделю зато, с каким фильтром вами... Ну, короче, за все. Инстаграм, это очень важно, вот я сейчас ищу помощницу себе, и у меня главным критерием выступает хороший Инстаграм, по приятному глазу, в минималистичном стиле, и большинство заявок, которые мне кидают, все хорошо, английский знают, китайский знают, там, красуточки такие, модели, фотографы, но Инстаграм смотрю и думаю, ну... Это визитка ваша, рядом, рядом, но никто, и поэтому, я уверена, так, конечно, не со всеми профессиями и так далее, но это все равно сейчас неотъемлемая часть, поэтому мы решили, собственно, сделать это все. Мне хочется ребенка родить. Потому что мы смотрим сейчас распаковку бэйби-бокса от Алены Веном. Да, я хочу такой бэйби-бокс. Чтобы сделать распаковку. Russian Baby Box. Там просто этот, Ukrainian. Кто-нибудь оставься в комментариях мне ребенка? Ты хочешь ребенка? Я, ну, я хочу, да, но я, в принципе, не страдаю от того, что пока что... Я страдаю. Я хотела загнать вам тоже, кстати, одну такую мудрую меслишку. Недавно, когда я совершенно не намекала своему парню о том, что я готова к серьезней жизни, меня осенила такая гениальная идея по поводу того, что вот рано родишь ребенка. Ты своему ребенку даешь шанс побольше лет побыть с его бабушкой, дедушкой. И с собой собой, кстати, тоже. Ни пига, вот об этом я не подумала. Как всегда, обо всех заботюсь, кроме себя. Ну, короче, вот реально, то есть получается, чем раньше я рожу ребенка, тем больше лет он сможет находиться рядом с моими родными, увидеть моего дедушку, и дедушка сможет увидеть моего ребенка. И это на меня еще так давит психологически, потому что если бы можно было остановить время, если бы все были вечные, молодые, знаете, здоровые, то, наверное, это так... Ну, блин, все бы по-другому, конечно, было, но просто на меня это так давит, и я из-за этого постоянно еще думаю о том, что... Пора, пора. Я постоянно думаю, чего тянуть, вот что изменится через год, вот что изменится через два года. Ну, не намекаешь на розу. А ты Слава смотрит в лайвмаге? Не, не смотрит, тут можно все про него. Тут можно, знаешь, с кем-то другим встречаться. Блин, Ост, на самом деле, тоже почти не смотрит. У меня все смотрят, мама, папа, там, не знаю, родственники какие-то, бабушки, тети, и что такое. А Оск смотрит выборочно, ну, типа, там, один влог из пяти, может, промотая, посмотреть, или такое. Слава вообще не смотрит. Я даже не знаю, смотрит ли хоть какое-то видео Слава на моем канале. Ну, не знаю, может, только если вместе мы с ней сняли видео вот такое, может, он посмотрит, а то он вон тоже. Надо писать негатив, потому что... Нет, так я же, ну... Типа, в этом нет ничего такого, мы не обижаемся на своих парней. Да, я на самом деле... не надо и не намекаем. Было бы прикольно родить ребенка. Да блин, мужики, будьте решительнее, реально. Я это говорю всем. Вот реально всем мужикам будьте решительными. Время идет, когда, если не сейчас, чего тянуть, чего ждать. Но мне не нужно, чтобы, скажем так, мне делали предложение и ребенка, только потому, что я этого хочу. Обязательно важно, чтобы твой мужчина там, да, тоже хотел, потому что это потом начнется, ой, я не был к этому готов, мне это вообще не надо было, извини, развод, ребенка, мне не... Ну, хороший мальчик, девочка, ну, не знаю. Вот это тоже нафиг, поэтому, конечно, оба должны хотеть. Да, поэтому приходится вот так ждать. Поэтому приходится сидеть и ждать. Хинькали ждем, ребенка ждем, что? Что? Хинькали ждем. Да, просто, блин, все рожают, еще эти давят, блогеры, которые рожают. Ален, что такое? Не, я очень за них рада, реально, очень за них рада. Не знаю, еще же замуж надо выйти, Ле. Ну, да, я на шажочек ближе, но я на годочек старше. Ну, да. Типа, ты не смотри там. Да я не смотри. Не завидуй. Не то, что кто-то там, что-то подружка замуж выходит, а то начнется сейчас. Я очень рада, это же круто, классно. Но, типа, блин, все каждый год женятся, рожают детей, что теперь за всеми там повторять, всем завидовать. Так про все можно сказать. Просто это, ну, нормально, это естественное желание любой женщины, девушки, которая хочет семью, а я хочу семью. Ну, да, блин, на самом деле, вот то, что можно побольше с детьми, побольше с, позволить, ну, как бы бабушкам, дедушкам, здесь не побыть, это на самом деле, прям вообще, ну, очень, очень такая мысль, которая не дает покоя. Ты с другой стороны, я уже пока не готовы, ну, как бы, ну, понимаешь, я не знаю, в какой момент, вот как, когда я буду готова, все, я готова, я и сейчас готова, ни к чему не может быть готова, на сто процентов, быть идеальным, там, во всем. Поэтому, идеального момента нет, кто ищет идеальный момент, ни для чего нет идеального момента, вообще, поэтому, делайте, если хотите, прям сейчас, и, и, и все будет кайф. Итак, мои вы хорошие, как всегда, чанах, у нас миллион триллион хинкали, салатики. По-моему, я переборщила с хинкали. Да ладно, вечер только начинается. А, у меня шашлык, вот он, ну, и хинкали тоже. Давай смотреть. О, мой влог? Ну, что, я бывает смотрю свои. Я тоже смотрю. Ну, можно поставить скорость какую-то. Короче, в общем, сели кушать, у нас салатики, все вкусненькое. Повещу. Ой, я другую сторону режу, прикинь, я думаю, что такой наш плохой? Так тороплюсь поесть, что даже не обратила внимания. В общем, сегодня у нас был хороший, продуктивный денечек, пофоткали. Сейчас, кстати, можно будет еще фоточки пофотошопить. Ну, в смысле, фильтры наши, пресеты хорошие наложить. Вот, еще с фотиком там перекидываем. Так что, будем кушать, смотреть свои же влоги, пользуются своими же пресетами. Есть свой салат. Мива, не плачь, тебе нельзя. Так что, вот, спасибо. Не знаю, прощаться с вами или нет. Да не, не надо, ты что, вечеринка только начинается, ты у меня остаешься. Какой прощаться? Сейчас Чапалах отвечу. Ага, ладно. У нас тут, короче, зашла тема по поводу крестных и вообще, насколько это важно, серьезно и так далее. Я просто у Карина спросила, ты думала о том, кто будет крестными, там, отцом, матерью, да, твоих детей. Понятное дело, она сейчас об этом не думает, потому что у нее и детей-то пока нет, ну, в принципе, как и у меня. Но хотя я, честно говоря, об этом, ну, уже как-то думала, кому я смогу доверить своего ребенка, скажем так. Обычно, типа, ну, как бы крестными, там, вот у моей мамы, у меня крестные, правда, крестных моих выбирали дедушка с бабушкой, и я с ними не особо общаюсь, хотя, вот, допустим, взять моего крестного, да, я помню, он мне там какие-то подарочки, еще что-то делал, то есть, ну, вот прям помню, что он как-то проявлял внимание ко мне, но все равно, то есть, это такое тоже, я с ними, ну, не общаюсь, и я просто к этому максимально серьезно отношусь, и вот, например, у моего брата Гоши, я тоже сейчас точно не скажу, потому что у меня много братьев, и сложно вспомнить, кто у кого крестный, потому что я в это не так сильно вникаю, как родители, понятное дело, но обычно это кто-то из близких самых, там, друзья, там, лучшие, члены семьи, возможно, там, не конкретно в вашей семье, например, там, брата, там, двоюродного брата, там, еще что-то, там, мужа, там, ну, короче, вы поняли, там, родственники, вот так вот, я просто думала, и понятное дело, что у меня сейчас нет детей, и все такое, кто знает, что будет там, когда у меня будут дети, но я просто думала о том, что, наверное, когда у меня появится ребенок, я бы хотела, чтобы ты была крестной, моего ребенка, ну, потому что ты моя подруга, я тебе доверяю, и, ну, я не сомневаюсь в том, что, если что... вопрос такой, мы с тобой разные веры, могу ли я быть твоей... Как еще разные веры? Ну, мы одной веры, но у меня армянская апостольская церковь, а у тебя, ну, ты же приходишь в церковь крестить не себя, а ребенка. Я, часто говоря, вот эти темы не знаю. Это вопрос просто такой. Я эти темы, честно говоря, не знаю, но мне кажется, что это не важно. Хотя, может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что ты же просто... Мы из одного... Ну, типа, из одной сферы. Как это? Христианство, да. Просто есть... Как это? Православные, католические, что-то... Ну, ты православная, а я... Армянка ты! Я крестилась в армянской церкви в Ереване. Там немножко, там другой подвид веры. Ну, крестные, у тебя же тоже есть. Это же одна тема, считай. Мне кажется, что, ну, это не так важно. Для меня крестные, это очень ответственно. То есть, я, ну, как бы, вот, я понимаю, что вот, абы кто там, мне скажут, блин, Юлька, будь там крестным моего, там, ребенка. ХЗ. Потому что я, вот Карине только что рассказывала, без камеры, я ей говорю, что для меня это настолько серьезно, что я думаю о том, что в случае чего, не дай бог, тьфу-тьфу-тьфу, я буду воспитывать этого ребенка. То есть, это ты перед Богом ответственен за этого ребенка. И просто так соглашаться по приколу, типа, а знаешь, я крестная, ну нет. То есть, для меня это очень важно. Я уже впервые слышала, что крестный ответственен за ребенка, если что-то случается, у него абсолютно... Крестная мать, ты, считай, его приносишь крестить к боженьке. А, ну раз к боженьке, ты бы стала крестной мамой моего малыша. Ну, смотри, просто это зависит, на самом деле, от тебя. Я не могу сказать, что я на 100% верующая, но при этом, я, учитывая, что я знаю, как ты серьезно относишься к крестинам, мне все равно, верующая ты или нет, если ты позаботишься о моем ребенке. Я позаботюсь 100%, но... Я не знаю, просто мне тяжело верить в то, чего я не вижу, чего я не знаю. это у нас такие сложные темы пошли. Я просто к тому, что, вера, ты можешь не думать, там, а что ты там видел, ты не видел, знаешь, ты Бога не знаешь. Я знаю. Я буду для тебя, твоей малышкой, не вырезать. Так, никаких верующих обидеть не хотят. Я, я верю в Бога. Но никого ничего не принуждаю, у всех свое, да, как бы, каждому, что хочется, просто я к этому так отношусь, людям нужно во что-то верить. Не во что-то там, во что-то, ну, как бы, я вот, я верю. Я просто как-то девушке задала вопрос, дедуля, а как понять, что я верю в Бога? Он говорит, ну, вот если у тебя что-то случается, ты же говоришь, господи, спаси себя. Я говорю, да. Ты веришь в Бога, значит. Да, но при этом, когда мне ничего не случается, я такая, типа, бог? Я просто такой человек, я черный юмор, могу иногда, обожаю. Богохульство бывает, не специально, вот, бывают вот эти вот песенки, вот это, господь, господь, вот это вот, это же богохульство все. Ну, вообще не знаю. Ну, да. Ну, а чем тебе мешает песня? Она мне ничем не мешает, я просто говорю по факту. Для меня не важно, кто во что верит, для меня важно, во что верю я, а во что, там, веришь ты, в Бога не веришь, обращаешься ты к Нему, не обращаешься, для меня это не важно, для меня важно моральные, ну, человеческие, качества, что вот ты берешь, то есть для меня крестные, это не просто то, что вот, ну, как бы перед Богом не хочется опозориться, типа подарок не подарить ребенку на день рождения крестному, да, там, нет, для меня это то, что ты, ты сам хочешь, то есть я понимаю, что крестные, это очень ответственное дело, и я не понимаю, зачем люди, бывает, соглашаются стать крестными, там, мамой, отцом, не знаю, и при этом не общаются с детьми, то есть, как бы у них. и все имеют такое отношение, как у тебя? Не все, но я просто к этому так отношусь, что обязательно нужно узнавать, как дела у этого малыша, там, нужно ли ему чем-то помочь. что ты хочешь, если даже бабушки, дедушки, тети, дяди, иногда не общаются с ребенком? Я согласна, я понимаю, просто у меня такое к этому отношение, потому что я не соглашусь на то, чтобы быть крестной, ну, вот, просто так, ну, типа, это не такой вариант, что кто-то ко мне скажет, там, из знакомых, там, друзей, не знаю, наверное, я спокойно стану, там, крестной, там, детей своих братьев, например, я смогу взять, потому что мне даже не нужно меня просить о том, чтобы я стала их крестной, я и так буду в ответе за этих детей, потому что они мои родные, ну, то есть, у меня такое отношение, но если говорить по поводу, ну, да, да, но если говорить по поводу, там, типа, кого бы я рассматривала, думала о том, что тут, когда у меня будут дети, кого я бы хотела попросить, чтобы там были крестные, ну, я просто, не знаю, я вот, обычно вот там подруг беру, да, близких друзей, ну, вот я бы тебя взяла, ты мне нравишься, но это не то, что я тебе говорю, давай, говори, можно ли сделать одного крестного на всех детей? как на всех? ну, типа, у тебя, допустим, по-моему, крестный может быть не одного ребенка, ну, да, надо ли оно? ну, это твое отношение, ну, не знаю, но, по-моему, так обычно не делают, да, всегда разные, всегда разные, у меня разные, у Харены, у меня разные, у Востока, у нас тоже так в семье, да, у меня одни, у Гоши там, у Саши другие, ну, я на самом деле, вообще, крестные для меня равно примерно, ну, просто близкие, друзьяшки? ну, мои крестные, крестные моего брата, конечно же, мне это родные люди, это тети, дяди, там, поэтому я их все люблю, и так далее, у меня, кстати, вот те, мои крестные, они мне вообще, ну, по крови, по какой-то родословии, они мне вообще никто, по сути, это просто друзья были бабушки, могут ли быть кровные, ну, по-моему, по-моему, там что-то типа, кто-то из семьи не может быть, потому что, вот опять же таки, я, Чокарине, говорила, что может быть такая вот ситуация, даже фильм есть об этом, американский, комедия вроде как, ну, не знаю, насколько комедия, вот, может быть такая фигня, что вот родители поехали там, куда-то на машине, бабушек, дедушек нет, допустим, да, они поехали на машине, разбились, не дай бог, насмерть, да, остался ребенок, и в первую очередь обычно обращаются к крестным, потому что это родители, считай, как, ну, не то, что завещали своего ребенка, но ты поняла, что я имею в виду, что первый, к кому обращаться, это там не в детдом какой-то, а, ну, вот к крестным, потому что они ответственные. После семьи, я думаю, надо уточнить. Ну, если нет семьи, ну, понятное дело, после бабушек, дедушек, тети, дядь, все-таки крестный, это понятно, это левый человек. Вот, я просто говорю о том, что если вот такая ситуация, то, ну, вот, крестный, ну, как бы для меня это так, если, это не то, что я думаю о том, что вот я стану крестной, значит, ну, обязательно там я возьму потом ребенка жить к себе. Нет, конечно, не дай бог, ну, как бы я к тому, что пусть все будут здоровы и счастливы, но я просто понимаю, насколько это серьезно, и я буду к этому относиться очень серьезно. Я все еще продолжаю кушать, Карина уже ушла. Я все съела. Она уже все, она все съела и ушла, а я просто очень долго ем. У меня еще целый кусок шашлыка, это еще может растянуться на час где-то, мне кажется. Поэтому вот такая вот пляска, ле. Так что вот такая вот у нас тусовочка, ребят, надеюсь, что вам понравился этот влог. Если так, то ставьте пальцы вверх. Будьте счастливы, здоровы, и всем пока.